Празднование Дня Славянской Письменности в Карачаево-Черкесии уже стало доброй традицией. В этот день во всех православных храмах республики прошли богослужения, а на центральной площади города Черкеска состоялся крестный ход и молебен у памятника просветителям. Дарья Тендит продолжит тему. Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День Славянской Письменности и Культуры. Праздник приурочен ко Дню Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности. Сегодня в Карачаево-Черкесии в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия православные христиане совершили крестный ход от Никольского собора до памятника братьям в центре Черкеска. Духовенство и певчи совершили молебен, православляя создателей славянской азбуки и письменности. Крестный ход является символом нашей благодарности и символом победы, образования над непросвещенностью. Церковь их православляет не только за труды. Они показали пример высокой, чистой и святой жизни, отметил настоятель Покровского храма Александр Нартов. Язык – это душа любого народа. Благодаря Кириллу и Мефодию мы имеем ту жизнь, которую с радостью передаем нашим детям и нашим внукам. Будем хранить наш язык, будем хранить нашу культуру, будем приумножать её, чтобы быть достойными продолжателями того великого подвига, который оставили нам святые братья. Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Братья создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах крестьянского мира и литературного языка. Славянская письменность как основа культурного наследия объединила многонациональные народы, проживающие на территории России. От имени правительства Карачаева-Черкесии поздравила всех с этим великом праздником министр образования и науки Инна Кравченко. Она отметила, что сегодняшний день имеет огромное значение для науки и образования. День славянской письменности и культуры служит напоминанием о национальном и духовном единстве всех людей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и культуру. Сегодня мы с особым вниманием обращаемся к истокам отечественной словесности. Говорим о бережном отношении к родному языку, о его возможности выступать средством международного общения. Главное значение этого дня – сохранение и популяризация культуры и письменности народов. Студенты педагогического колледжа имени Умара Хабекова в своем выступлении подчеркнули значимость развития культуры, отметили влияние русского языка и письменности на нашу жизнь. В первую очередь русский язык существует для нас, и благодаря нам он продолжает свое существование и развитие. Сохранив его, мы сохраним единство нашей великой страны. Благодаря русскому языку и русской культуре в мире появились такие замечательные и выдающиеся мастера слова, как Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой. Спасибо святым братьям Кириллу и Мефодию за то, что подарили нам славянскую азбуку. Солунские братья – гордость всего славянского народа. Этот праздник объединяет и славянские, и многие другие народы. И каждый должен знать, ценить свою историю, беречь и почитать то, что передали нам наши предки. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.